Тех, кто присоединился к нам в ДК «Радуга» и по всему, в любом месте, где бы вы ни находились, если вы сейчас отделили это время для Господа, для Бога, чтобы быть вместе с нами, я приветствую вас и хочу помолиться. Отец Небесный, спасибо Тебе за каждого брата, за каждую сестру, за каждого человека, который присоединился к нам сейчас, или здесь, или в ДК «Радуга», или через прямую трансляцию, там, где они сидят и смотрят. Господи, возможно, кто-то не смог прийти на собрание, потому что болеет, и я прошу Твоей благодати, чтобы Ты прикоснулся к каждому человеку, там, где он находится, там, где она находится, и пусть всякая болезнь уйдет, пусть всякая немощь уйдет во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Твое Царство на всяком месте, Господи, где сердца открыты для Тебя. Мы провозглашаем Твою силу, Твою власть, победу и славу Твою. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Богу. Судя по многочисленным вопросам, которые я получил после предыдущей проповеди, я понял, что тема достаточно актуальная, тема о здоровье, и тема о здоровье христианина не менее актуальная. Потому что мы все люди, мы все в наших телах, и мы живем на этой земле, сколько Бог нам даст. И когда человек болеет, как будто жизнь куда-то уходит. Правда? Все сосредоточение тогда на своем теле, на источнике болезни, хочется избавиться от ней. И мы знаем Бога сейчас, и мы понимаем, что Бог за нас, и Он хочет освободить нас от всякой болезни. И поэтому тема эта очень важная, конечно. В прошлое воскресенье я показывал три мысли. Первое – это то, что мы с вами верим во всемогущество Бога, и мы верим в сверхъестественное исцеление. Правда? Второе – мы говорили о том, что все болезни пришли как последствия грехов человека. И третье – мы говорили о том, что некоторые люди болеют просто потому, что не лечатся. А иногда хорошо заботиться о своем организме и поддерживать его, и лечить при необходимости. Вот с первым вопросом, в первом пункте никаких вопросов, как я понял, не возникло. И это слава Богу, потому что мы верим, что Бог наш всемогущий, и Он может исцелить на самом деле любую болезнь, если даже мертвых Он воскрешал, когда ходил по этой земле. Но вот со вторым вопросом я так понял, что многие остановились. И эта мысль звучала так, что все болезни – это результат грехопадения человека, это результат грехов человека. Но тогда возникает вопрос, почему же, если это результат грехов, то грешники, многие грешники, которые живут на этой земле, у них достаточно денег, они заботятся о своем здоровье, они ездят, отдыхают куда-то на море, в теплые края, и они не болеют, или болеют значительно реже, чем христиане, но они грешат напропалую, они делают ужасные вещи на этой земле, и при этом не болеют. А вот христиане, а вот верующие, которые перед Богом искренне ходят и хотят угодить Ему, порой болеют и не знают, что с этим сделать. Эти вопросы звучат или явно, или где-то внутри. И знаете, невольно вспоминается Псалом 72, Псалом Ас-Сафа. Я хочу напомнить вам те слова, которые он сказал, он их произнес за одну тысячу лет до рождения Иисуса Христа, а это значит уже более чем три тысячи лет тому назад. Но говорит он, в принципе, рассуждая о тех же вещах, о которых мы сегодня с вами, спустя три тысячи лет. Псалом 72, с 3 по 10 стих я вам прочитаю. «Я позавидовал безумным, — говорит Ас-Саф, — видя благоденствие нечестивых, ибо нет им страданий до смерти их, и крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, от того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говоря свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашую». Ну, достаточно красноречиво, на мой взгляд, Ас-Саф рассказал, как живут иногда нечестивые люди, и это возмущает его. И он говорит, мне трудно было вообще понять это. Я знаю, что Бог благ, я знаю, что Бог любит. Почему же? Почему же такая несправедливость? И вот что мы читаем дальше в этом 72-м псалме, 16-го стиха. Ас-Саф говорит, и думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти, как нечаянно, то есть неожиданно, пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидения по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Это цепляет, конечно, когда ты смотришь, и ты видишь, что человек в грехах, что человек совершенно не ищет Бога, но у него все по-человечески как будто хорошо в жизни. Это, конечно, цепляет. И Ас-Саф говорит, оттого и народ, как бы соблазняется через это. Народ Божий смотрит, завидует и не могут понять, почему. Но вот что он говорит. Когда я вошел во святилище, то есть когда Дух Божий осветил, когда он увидел всю картину, всю жизнь эту, увидел Божьими глазами, он понял и говорит нам, что у человека, который живет без Бога, нет будущего. У него нет основания, у него нет будущего. Все их мечты заканчиваются здесь, на земле. Так как на земле они не захотели знать Бога, то и вечность их ожидает без Бога. Это страшная вечность. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе, в 19 стихе говорит, «И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Христос воскрес из мертвых. Это значит, здесь на земле это не конец всему. Здесь на земле это только предыстория того, что ожидает нам вечности. И человек, который избрал жить без Бога на этой земле по разным причинам, его ожидает страшная вечность без Бога в вечности. И апостол Павел говорит, что Христос – это первенец из умерших. Он был первый, кто воскрес из мертвых. Первенец из воскресших, из мертвых. Он был первый, но далеко не последний. Библия очень ясно показывает нам, что каждый человек, который уверует в Иисуса Христа, он однажды придет это время, когда все уверовавшие, все поверившие Иисусу Христу воскреснут из мертвых. И там, там будет настоящее начало. Там все встанет на свои места. Там будет настоящая справедливость. Я верю, что для грешного мира сегодня еще продолжается время благодати. Я думаю, что Бог дает время для каждого человека, который еще не знает Бога, чтобы услышать о Нем и спастись. Если бы Бог начал сейчас судить этот мир, то никто бы не смог выжить даже. Каждый человек должен был бы отправиться в вечную погибель. Кто может противостать судам Божьим? Если вы хотите увидеть, как Бог начнет судить этот мир, почитайте 16 главу книги Откровения. И там другие главы, которые рядом. И вы увидите, какое страшное будущее, какое страшное будущее ожидает этот мир, который будет отвергать Бога. Они будут покрываться язвами, будут покрываться разными болезнями. Они будут проклинать Бога. Им будет так трудно смириться перед Ним. И очень немногие смогут это сделать. Придет этому время. Но сегодня для этого мира время благодати. Вот что я хочу вам прочитать еще. Вы можете видеть, конечно, как грешники грешат, но при этом живут как будто неплохо. Я бы сравнил это с преступником, которого еще не поймали, и он пользуется награбленным. И когда мы смотрим на него, то он живет, в общем-то, неплохо, и с деньгами у него все хорошо, и здоровье вроде все в порядке, и он пользуется этими возможностями, пока его не поймали. А те, которые работают, трудятся, честно стараются зарабатывать себе на жизнь, они не могут и части какой-то позволить себе, и части из того, чем пользуется этот преступник. Я бы сравнил это примерно с этим миром. Это не то, что Бог еще не поймал. Бог знает всех и кто чем занимается. Но это то, что Бог дает еще время этому миру, прежде чем они окажутся в темнице. Бог дает время каждому человеку, чтобы услышать, уверовать и спастись. Вот что написано в первом послании Петра. Четвертая глава, 17 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Итак, здесь апостол Петр говорит, что время начаться суду с Дома Божьего. Не завидуйте, дорогие, этому миру, который живет по-человечески, кажется, что лучше, которые, может быть, болеют иногда меньше, которые имеют деньги, какие-то возможности. Народ Божий, не завидуйте этому миру, у которого нет будущего. Это милость Божья, что еще не начались суды над этим миром. Но с нами Бог имеет отношение. Он имеет отношение с нами, как с детьми, с сыновьями и дочерями. И так и написано, что этот суд начнется с Дома Божьего. Бог заинтересован очистить нас здесь, на этой земле, чтобы мы не оказались судимыми вместе с этим миром, там в вечности. Бог любит каждого из нас. Он имеет отношения, такие, какие не имеет отношения с этим миром. Я недавно разговаривал на днях с одной женщиной, и она не знает Бога еще пока, к сожалению. И я ей стал говорить, что Бог имеет с нами особенные отношения. И она мне стала утверждать, что Бог со всеми имеет эти отношения. Он о всех заботится, Он всех любит, не важно, что и как в моей жизни. И я сказал, что это не так. С какой стати вы взяли, что Бог обращает внимание и как-то особенно заботится об этом мире? Богу не нравится так, как этот мир живет. Но Бог долго терпит, позволяя, чтобы каждый делал то, что Он выбирает делать. Но это не значит, что Бог вместе с ними, в том, что они делают. Бог с нами, с тем, что мы делаем. И если что-то Ему не нравится, Он обличает, Он наказывает, Он ограничивает нас в чем-то, для того, чтобы мы очистились, для того, чтобы наши пути исправились, чтобы мы изменились, чтобы мы преображались в Его образ, для того, чтобы подготовить нас для себя, чтобы мы в вечности, Его дети, дочери и сыновья, были вместе и наслаждались, и не подверглись этому суду, который ожидает каждого мирского неверующего. человека. Поэтому не сравнивайте себя с ними. Не сравнивайте себя с ними. Чтобы нам не оказаться в том же, в чем Исаав однажды оказался. Другой вопрос возникает. Как же тогда слова Иисуса о том человеке, про которого спросили ученики? Эта история описана в книге апостола Иоанна, в 9 главе. «Человек был слеп от рождения, никогда не видел». 9 глава с 1 стиха. «И проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него, «Рави, то есть учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». Итак, ученики видят человека, который слепой от рождения, и все евреи прекрасно осознавали и осознают, что все грехи, все болезни, точнее, людей, они из-за грехов человеческих. И они спрашивают у Иисуса, кто согрешил, он или родители, что в результате такое наказание на нем есть. И Иисус отвечает им, но если мы внимательно посмотрим, Он отвечает им совершенно в другой плоскости. И Он говорит, если посмотреть в оригинале, то мы увидим, как написано, что согрешил не Он и не родители Его, что родился слепым, но для того, чтобы на нем явились дела Божьи. То есть Иисус говорит, сейчас не то время, чтобы рассуждать, кто согрешил, и не в этом суть. Я пришел не для того, чтобы осудить этот мир. Я пришел не для того, чтобы объяснить, кто как согрешил, и из-за чего вы имеете проблему в жизни или какую-то болезнь. Он говорит, я пришел для того, чтобы показать те дела, которые хочет делать Отец. Итак, они спрашивают, кто согрешил, из-за чего болезнь. А Иисус говорит, это не так важно сейчас. Не в этом суть. Придет время, Он говорит, когда никто не может делать, и Он ничего. Но пока я в мире, я свет миру. Сейчас время, в которое я хочу показать то, что хочет Небесный Отец. Потому что закон Божий, который говорит, что наказание за грех – смерть, а значит и болезни, ведь болезни – это представители смерти. Они несут смерть, они несут это разрушение. И закон Божий говорит, что наказание за грех – это смерть, это вот эти болезни. И все так понимали. И все настолько привыкли, что так это происходит, что по всей видимости, стали думать, что это и есть воля Божья. Но когда пришел Иисус, Он говорит, да, этот закон работает. Да, это так повсеместно происходит уже по всему миру, потому что все согрешили, все нарушили закон. Поэтому вся земля наполнился с грехами и болезнями, но воля Божья не в том, чтобы наказывать, но желание Бога, Отца Моего, не в том, чтобы уничтожать, не в том, чтобы давать болезни, а в том, чтобы изливать любовь свою, а в том, чтобы миловать. Мы знаем, что Иисус пришел, чтобы взять наше наказание на себя. И в результате на каждом человеке, который поверит в Иисуса Христа, может излиться Божья милость и благодать в виде прощения и в виде исцеления грехов. Поэтому здесь речь не идет о том, что он не из-за болезни, точнее, не из-за грехов болезнь, из-за грехов болезнь. Только Иисус показывал здесь другую тему. Он говорит, сейчас не время судить. Придет время для суда над всем этим миром, это страшное время, но сейчас время благодати, сейчас время милости. И независимо от того, что все согрешили и лишены славы Божьей, я пришел в этот мир, чтобы являть благодать, чтобы являть милость. Каждому человеку, который в меня поверит. Сегодня это наше время, дорогие. Сегодня это время благодати для этого мира, но сегодня это и наше время, чтобы действовать подобно, как действовал Иисус Христос и провозглашать прощение грехов и исцеление в жизни каждого человека, который откроется, которому мы будем проповедовать. Поэтому так и написано, что мы свет мира. Евангелие от Матфея, 5 глава. Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. Иисус говорит, «Вы теперь, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Итак, мы видим, что здесь не рассматривалась тема о том, что болезни не из-за грехов, но здесь рассматривалась тема, Иисус говорил, для чего, какое время. Следующий момент, который я хочу отметить здесь. Не всегда болезни – это результат непосредственно наших грехов. Мы живем в этом мире. Мы живем в окружении грехов и болезней. Мы постоянно атаковываемся всем этим окружением, и наши души атаковываются, и наши тела атаковываются, поэтому не всегда это результат непосредственно наших грехов. Бывает, это результат вот этой атаки, которой мы подвержены. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Здесь написано так. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Дьявол постоянно закидывает в нашу жизнь какие-то мысли, цель которых – зацепить нашу душу, как на крючок, и потащить куда-то в сторону, чтобы наши мысли, чтобы наши желания, они удалились от Бога куда-то в сторону. Это мы понимаем. Мы понимаем, что нам надо хранить свои души и заботиться, и бодрствовать, чтобы не попасться на этот крючок дьявольский. Дорогие, но наши тела, точно так же, как и наши души, подвергаются разным атакам, подвергаются разному демоническому влиянию, подвергаются влиянию разных болезней, вирусов, которые нас окружают. Если мы заботимся о наших душах, то почему мы не должны заботиться о наших телах? Мне кажется, это очень очевидно. Знаете ли, я нигде не прочитал в Библии, что если кто-то сломает машину, то того покарает Бог. Вот ни разу не прочитал. Но очень ясно, я вижу, как написано, что если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. А этот храм вы. А это наши глиняные сосуды, написано, в которых мы носим присутствие Божье. Да, они глиняные, они такие слабые, они подвержены разному влиянию, и Писание показывает, что нам надо заботиться о них. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. И храм Божий, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Дорогие, наша вера не в том, чтобы нам ничего не делать. Вот что я хочу вам сегодня сказать. Наша вера не в том, чтобы просто верить, что Бог все сделает, а нам ничего не надо делать. Если так относиться к телам, исследовать логики тех, кто показывает такие учения, что надо просто вот доверять Богу, и Он позаботится о твоем здоровье, если ты заболеешь, Он тебя исцелит сверхъестественно, и в этом проявление веры. Почему бы не перенести это на другие области жизни? Давайте не будем убираться в квартире, скажем, пыль во имя Иисуса, убирайся, откроем форточку. Давайте не будем ремонтировать машины и скажем во имя Иисуса. так тоже, я знаю, бывает. Во имя Иисуса. Но когда безвыходная ситуация, это далеко от Истону. Что еще делать? Господи, конечно, помоги. И мы знаем, что есть такие чудеса, когда Бог и машину сверхъестественную исцеляет. Кто знает такие ситуации? Да, это реальность. Бог все могучий. Он может, но это не значит, что нам не надо ремонтировать машины. Давайте я вот в нашем чате смотрю, там у кого-то бытовая техника сломалась, мы ищем, где мастер, зачем нам искать мастера? Давайте скажем, во имя Иисуса стиральная машина, работай. Во имя Иисуса телевизор, будь здоров. И все, и все должно тогда у нас благоухать, и мы просто сидим и работаем Словом Божьим. Не, ну так неплохо. Но я не вижу, что это написано в Библии. В Библии написано, чтобы мы имели ответственность за то, что Бог нам дал. И если мы радуемся о том, что Бог нам дал какие-то материальные вещи, если мы радуемся и заботимся о них, чтобы они были у нас в порядке, то не тем более ли стоит поблагодарить Бога за наши тела, которые Он нам дал, и сделать все возможное, чтобы позаботиться, чтобы они функционировали хорошо, правильно, качественно, долго на этой земле, чтобы они не испортились раньше времени. И ты скажешь, ой, я за Господа пострадал, пошел домой на небеса. А может быть, воля Божья в том, чтобы ты еще два-три десятка лет пожил, только надо позаботиться о своем храме, и тогда все будет в порядке. Поэтому я думаю, сегодня проблема некоторых людей, которые болеют, очень недуховные, они просто не лечатся, они просто не заботятся о своем здоровье и не предпринимают ничего, чтобы организм работал правильно. Наша вера не в том, чтобы ничего не делать, но наша вера в том, чтобы все, что мы делаем, делать от души, как для Господа. Наша вера в том, чтобы все, что мы делаем, делаем вместе с Ним, зная, что Он с нами, когда мы пойдем в больницу, зная, что мы с нами, когда мы идем на операцию, зная, что Он с нами, когда мы воспитываем детей, когда мы убираемся дома, когда моем посуду, когда делаем все для Него. Вот в чем наша вера. И когда у нас что-то не получается, мы не ропщим, как этот мир. Мы не в депрессии, как этот мир. Мы не отчаиваемся, мы не опускаем руки. Наша вера в том, что Бог поможет нам во всем, что мы будем делать. Аллилуйя! Это наша вера. Она не бездейственна, она не пассивна, она не просто. Я сегодня слышу, как люди, которым я рассказываю об Иисусе Христе, они говорят, ну, я не могу не работать. Я думаю, а как у него в голове вот это все происходит? Что значит для него поверить в Бога? Это значит перестать работать. И я слышу это не разово. Кто из вас слышал? Да, это не разово звучит. Это состояние в этом мире, это понимание в этом мире о жизни с Богом. И я думаю сегодня, отчего у этого мира, который Библию не читал, Бога не знает такое представление о Боге. Они слышат, что если мы приглашаем жить с Богом, значит мы приглашаем в жизнь пассивную, бездеятельную, где ты просто ходишь, там свечки ставишь, там еще что-то делаешь, молишься, не работаешь, ничего не делаешь, на Бога уповаешь. Мне кажется, откуда у этого мира такое восприятие жизни с Богом. Для меня ответ какой-то страшный, на мой взгляд. Мне кажется, эта церковь рекламирует такую жизнь с Богом. Мне кажется, этот мир по-другому не мог бы иметь такое представление о Боге, если бы церковь так его не представляла. Написано, вы письмо читаемое. Вы письмо читаемое, на которое люди смотрят и читают. Они рассуждают о Боге, не зная Его, не читая Библию, но они встречаются с нами, они видят нас, и они по нам судят о жизни с Богом. Дорогие, давайте рекламировать настоящего Бога. Давайте проповедовать настоящего Бога, и не только словами, но и жизнью нашей. Иисус шесть дней трудился, семь дней отдыхал. Как вам это нравится? Шесть дней трудился, один день отдыхал. И потом он передал эту жизнь Адаму с Евой. И они трудились шесть дней, и не отдыхали потом семь. Один день отдыхали. Бог трудился, Он нам передал этот труд. Нам хорошо заботиться обо всем, что у нас есть. Нам хорошо достигать цели, с Божьей помощью, конечно, но не только молитвами. Молитва для чего? Молитва для того, чтобы понимать Бога, как надо действовать, что надо делать. Но так и надо делать. Поэтому Господь дал нам эту задачу проповедовать Слово Божье и быть этим письмом читаемым, которое люди могут читать и видеть. Мне кажется, друзья, еще что... Мне кажется, что мы иногда боимся воспринять Бога таким, какой Он есть. Что я имею в виду? Но в Библии так много написано о том, что Бог наказывает. Достаточно есть мест в Писании, где вы открытым текстом можете видеть, что Бог наказывает и болезнями также наказывает. Но я думаю, что из-за того, что человек боится как-то воспринять Бога таким, какой Он есть, он не замечает эти места Писания или как-то их обосновывает по-своему. Но я думаю, что это из-за недоверия настоящему живому Богу. Почему-то кажется, что если Бог наказывает, значит, он не любит. Почему-то кажется, что если Бог как-то пошлет болезнь, то это значит все. И люди начинают объяснять, что оно, или спорить, что болезнь Бог не может давать, что болезнь только от дьявола. И вот это все, это философия, на мой взгляд. Но мне кажется, проще надо смотреть на все эти вещи. Скажите, кто видел, чтобы в магазине продавался какой-то инструмент для наказания детей? Ну, например, ремень для порки мальчиков. Или, ну, или для порки девочек он такой с рисунками. Значит, ну, чтобы вот девочек наказать. Видели кто-нибудь? Нет? Слава Богу! Я думаю, что таких инструментов не существует. Но при всем при этом каждый родитель наказывает своего ребенка. И когда ребенка надо наказать, и он понимает, что ребенка надо дисциплинировать, он найдет, что использовать. Правда? Я думаю, точно так же Бог. Конечно, у него нет в запасе сотворенных болезней. Он сотворил вот пять дней, наверное, или, может быть, какой-то день там еще не написали в Библии, как Бог творил болезни. Он там натворил болезни и ждет, когда мы оступимся и наказывать. Конечно, нет. Бог не творит болезни. Он не искушается злом. Он не производит зла. Но в этом мире, мне кажется, достаточно есть чего, чем можно наказать. Бог, если человек не слушается Бога. Я думаю, что так и происходит. Бог использует разные вещи, но для того, чтобы сохранить наши души, для того, чтобы ограничить нас от своевольных путей, чтобы наша жизнь не закончилась в аду, чтобы наша вечность не началась в этом озере огненном, чтобы мы не подвергнулись этому страшному суду, которому подвергнется каждый человек, который отрекся от живого Бога на этой земле. Я думаю, что нам не надо бояться воспринимать Бога таким, какой Он есть. Я напоследок хочу прочитать вам достаточно длинненький такой отрывок, но мне кажется, он настолько ярко иллюстрирует то, о чем мы говорим. Послушайте. Послание к евреям. 12 глава. И если у кого-то, кто слушает эти слова о том, что Бог наказывает, Он дисциплинирует, и болезнь может прийти, приходит какой-то страх или приходит какое-то сомнение в любви Божьей, дорогие, посмотрите на крест. Посмотрите на крест. Иисус Христос, Он настолько сильно возлюбил, Бог настолько сильно возлюбил, мы сегодня слушали, как один из наших мальчиков цитировал это место Писания, настолько сильно возлюбил нас, настолько сильно возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего на крест. Он любит нас, Он доказал нам свою любовь. И когда мы смотрим на крест и понимаем, что Он любит нас совершенной любовью, но неужели сложно довериться в Его руки? Пусть Он накажет, как Давид сказал, лучше я впаду в руки Бога живого. Лучше я в руки Божьей отдам свою жизнь, пусть Он меня наказывает. Это вера. Он не рассуждал, может Бог болезнью наказать, не может, как Бог может, Бог как угодно может наказать. И когда мы увидели наказание, которое Давид ожидал от Бога, мы видим, язвами покрылся народ. Дорогие, давайте видеть это все, но прежде всего видеть крест, прежде всего видеть Голгофу, видеть эту жертву, которую Бог из любви к нам принес. И доказал нам свою любовь. А если Он нас так любит, то зачем нам противиться Слову Божьему и спорить, Бог нас может так наказать, или так Он нас не может наказать. Не гораздо ли лучше смириться перед Ним, противостать всем грехам в нашей жизни, очищаться, преображаться в Его образ и уподавливаться Ему, как написано, будьте святы, потому что я свят. Итак, послание к евреям, 12 глава с 3 стиха. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». Утешение, оказывается. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне». Останавливаю чуть-чуть. «Не пренебрегай» дословно означает, это значит очень мало обращать на это внимание. Сегодня многие христиане не хотят на эту тему вообще внимания обращать. Они себе придумали, что Бог не наказывает вот так, и все. Это от дьявола будем противостоять. И они противостоят дьяволу, но не смиряются перед Богом. И в этом проблема. Гоняют-гоняют дьявола, а он и там до сих пор. Так вот, он говорит, «Утешение в том, не пренебрегай, значит, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Он наказывает, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Итак, народ Божий, укрепите ослабевшие руки ваши, укрепите ослабевшие колени ваши, вспомните, что Бог любит вас, даже когда вы заболели, что-то не так происходит в жизни, не ослабейте, не унывайте, как будто не понимая что-то, не делайте вид, как будто ничего не происходит, встаньте твердо на основании своей веры, осветитесь перед Богом, если вы видите, что есть грех, исповедуйте его, отрекитесь от него и ревнуйте о том, чтобы живой Бог, такой, какой он есть, пришел и исцелил и наполнил вашу жизнь своей благодатью. Если мы смотрим на первоапостольскую церковь, мы же не можем не увидеть Ананию и Сапфиру, которые не просто приболели немножко от того, что слукавили перед Богом, они замертво упали прямо там пред всеми, это была святость Божья. И когда люди решили лукавить перед Богом, они имели последствия. Но народ Божий хранил себя в святости и в чистоте, и апостол Иоанн говорит очень смело, если кто-то из вас заболел, призовите пресвятеров в церкви, они помолятся за вас, и вы будете исцелены, по-другому быть не может. Там, где настоящий Бог, там реальность это происходит, там, где размыты границы, где мы не воспринимаем его таким, какой он есть, там и силы нету никакой. Пусть Бог благословит каждого из вас ревностью, крепостью, встаньте на ноги ваши, укрепите ослабевшие руки, ослабевшие колени, и пусть Бог явит свою славу в жизни каждого из вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем, дорогие, давайте помолимся с вами. Аллилуйя, Отец Небесный, спасибо тебе. Мы благодарим тебя, Бог, за то, что ты пришел в нашу жизнь, мы благодарим тебя за то, что ты такой, какой ты есть, святой, чистый, непорочный и любящий. Мы благодарим тебя за то, что ты ненавидишь грех, но любишь каждого человека. Мы благословляем твое святое имя, Господи. Я прошу тебя, чтобы ты осветил свой народ. Я прошу тебя, чтобы ты очистил нас, Господь, от всякой болезни, от всяких грехов и болезней. Мы просим тебя, очисти нас, Господи, чтобы нам ходить перед тобой в святости и в здравии, чтобы нам прославлять Твое имя на этой земле, чтобы являть тебя этому миру таким, какой ты есть. Мы благодарим тебя, Господи, за милость твою и благодать твою, Господь, и за свободу, которую ты даруешь каждому, кто доверяет тебе свою жизнь. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте вот прославим Бога, живого и настоящего и любящего. Он однажды оставил небо и пришел на эту землю. Давайте постоим в присутствии Божьем небольшое время. Я хочу спросить. Кто из вас, кто пришел сюда впервые, хотел бы пригласить Иисуса Христа в свою жизнь? Поднимите руку, дайте мне знать. Да, я вижу. Спасибо. Это самое мудрое решение, которое человек может принять в своей жизни, потому что мы все согрешили, мы все отвернулись своими грехами от Бога, но Он пришел на эту землю, чтобы взять наше наказание на себя, и Он обещал, что каждый человек, который доверит Ему свою жизнь, получит прощение за каждый свой грех. Поэтому это самое мудрое решение пригласить Иисуса Христа Спасителя в свою жизнь и получить прощение, а там где прощение, там только все начинается, там где прощение, там открываются широкие двери для того, чтобы Бог мог начать действовать. Пока ты живешь со своим грехом и не приглашаешь Иисуса Христа Спасителя в свою жизнь, Бог не может зайти, Он мог бы зайти, но если бы Он зашел в твою жизнь, Он поразил бы тебя вместе с грехами твоими, поэтому Он любит тебя, но Он не может зайти в твою жизнь, пока ты не пригласил Иисуса Христа Спасителя в свое сердце. Но когда ты приглашаешь Иисуса в свое сердце, Он, проливший свою кровь за твои грехи и воскресший из мертвых на третий день, Он дарует прощение, а если Он прощает, то Он уже и не разрушает. Тогда Он может прийти в твою жизнь и наполнить твоей любовью, своей благостью, и тогда у тебя появляются будущее и надежда. Поэтому если вы хотите пригласить Иисуса Христа в свою жизнь, я помогу вам это сделать. Я буду говорить слова молитвы, а вы повторяйте за мной, если вы согласны с этими словами. Хорошо? Давайте будем молиться. Закроем глаза, чтобы нам не отвлекал просто никто ни справа, ни слева, и давайте повторять за мной вслух. Мой небесный Отец, я прошу у Тебя прощения за все мои грехи. Я верю в Иисуса Христа. Я верю в то, что Он умер за все мои грехи на кресте. Я верю, что Он воскрес из мертвых на третий день. Я прошу Тебя, Иисус Христос, Сын Божий, приди в мою жизнь. Я открываю свое сердце для Тебя. Я доверяю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты прощаешь меня, а я отрекаюсь от всякой тьмы и принимаю Тебя верою. И пусть теперь Твоя воля совершится в моей судьбе. Я принимаю прощение, я принимаю спасение, я принимаю Твою любовь. Спасибо Тебе, Иисус, и Отец, и Сын, и Дух Святой. Аминь. Аминь.